Саранский фестиваль Фактически каждый год со всех регионов России присылается работа от Чукотки, от Ямала до Калининграда. Дети присылают эти работы, тысячи работ. Мы каждого просматриваем. Ребенок, живущий далеко от моря, всегда о нем мечтает и свои мечты воплощает на бумаге. Профессиональные фотографы тоже грезят море и в своих работах показывают всю красоту морских глубин. Хищных акул, грозных мурен, россыпь пестрых рыбок – удивительные растения с диковинными названиями. Более 60 фотографий впервые представлены на выставке «Дикий подводный мир». Они завораживают и притягивают взгляд так, как будто ты сам погружаешься в морскую пучину. У съемки на глубине свои особенности. Вдохновляет сам подводный мир, потому что он прекрасен, потому что он еще не изучен по сравнению с Землей. Подводный мир его сравнивают с космосом, в космосе, бездна здесь, бездна. Снимать не страшно, но есть, конечно, свои сложности, но это интересно. То есть, в отличие от сухопутной съемки, там есть свои нюансы. То есть, это и течение, и давление, и много-много всяких. И вот как раз давин, который активно продвигает наши республики Игорь, дает возможность увидеть то, что скрыто под десятками метров воды. И только смело и встретится лицом к лицу, например, с акулой. Я тоже так же люблю подводные фотографии. Многие вещи я так же фотографировал, и маленьких моллюсков, и зубы мурены, и глаз мурены, глаз иглокола, скаты и так далее. Профессионалы говорят, что интерес для изучения и фотографии представляет не только море, но даже стоячая вода наших рек и озер. Даже в маленькой грязной речушке, если надеть маску, то можно увидеть какое-нибудь удивительное животное. А потом его нарисовать. Лариса Саулина, Артем Руденко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова